Настоящие верующие И вы знаете, я всегда задаю братьям и сестрам, которых мы принимаем в церковь, перед крещением, на испытании вопрос Принял ли ты решение в своем сердце стать настоящим верующим? Не тем верующим, который, может быть, рядом с тобой ходит, живет, может быть, твой сосед, может быть, твои родители, может быть, твоя подруга или друг А настоящим верующим принял ли ты решение? И это очень важное решение, друзья Мы встречаем с вами в жизни настоящие вещи и искусственные Ну, например, каждый из нас знает искусственные цветы Где чаще всего встречаются искусственные цветы? Кто скажет? Где? На кладбище А вы хотели бы, чтобы вам дарили искусственные цветы? Наверное, не очень приятно, да? Лучше живые Вот, в то же время мы живем в мире, в котором очень много всего искусственного Искусственные фрукты, искусственные запахи, искусственные вкусы Искусственные добавки, искусственные улыбки Искусственное виртуальное общение, да? Когда мы вот это вот делаем Это такое виртуальное общение Или по скайпу, да? Или смс общение Или, может быть, по имейлу переписываемся Это виртуальное общение Как хорошо, когда мы общаемся реально Вот у вас будет перерыв, будет обед Вы можете пообщаться еще, поговорить Познакомиться с друг с другом Реальное общение И, конечно же, мы, наверное, хотели Чтобы в нашей жизни было все реально Чтобы была настоящая любовь Чтобы была у нас настоящая вера Чтобы эта вера настоящая привела нас в небеса Чтобы у нас были настоящие друзья Как сегодня мы слышали Такие неискусственные друзья И как же мы можем с вами отличить Искусственное от настоящего? Каким образом? Вот есть искусственное яблоко, да? И настоящее Как мы можем отличить? Ну, мы можем попробовать Как мы можем отличить искусственные цветы от настоящих? Мы можем потрогать Мы можем понюхать Мы можем испытать Как Священное Писание говорит Вкусите и узнаете, что благ Господь Как мы можем узнать, что христианин, этот христианин настоящий? Конечно же, Господь подвергает нас испытаниям. И верующих, чтобы испытать, Господь помещает в различные условия. Часто в горнило страдания, в горнило испытания, в обстановку благоденствия, иногда в бедность, иногда в роскошь. Вот помните, как Бог испытывал Иосифа? Сначала братья продали его в Египет, и он попал в рабство. И там Бог его испытывал, и он оказался настоящим верующим. Потом Господь делает его вторым после фараона, и там он оказался настоящим верующим. Христос говорит, как нам узнать настоящего верующего? В Священном Писании написано, что дерево узнается как? По плоду. И есть три вида плодов, по которым мы можем узнать настоящего верующего. Первый – это плод уст. О чем и как говорит человек? И если нам нужно поговорить с человеком, то мы узнаем, о чем, как и что он говорит. Что он из себя представляет, когда мы с ним общаемся. Если мы разговариваем с человеком, у него на уме только телефончики, только игры, только какие-то вот такие, знаете, вещи второстепенные, то мы понимаем, что это еще не настоящий христианин. С настоящим христианином можно поговорить о Боге, о вере, можно услышать много полезного для своей жизни, о церкви, о вере в Бога. Второй плод – это плод жизни. Как живет и поступает человек? Иногда человек говорит одно, а поступает совсем по-другому. Иногда он может говорить о Боге, он может, может быть, даже проповедовать нам, или спеть, или выйти поучаствовать, но на самом деле живет он не как настоящий верующий, живет не как христианин. Когда мы сталкиваемся в жизни, видим плод жизни человека, то мы можем узнать, настоящий это верующий или еще нет. И третий – это плод духа. Есть ли в жизни проявление плодов духа? Писание говорит нам о том, что есть плод духа, он включает в себя любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. И этот плод показывает наличие веры в человека, то есть настоящей веры. Вот если мы сопоставим все эти три плода – плод уст, плод жизни и плод духа, то, наверное, мы сможем сделать правильный вывод – настоящий это верующий или нет. В 1932 году арестовали трех подруг – Юля, Соня и Лена. Два им было по 24 года, одной было 23 года. И они учились в Москве в медицинском институте, за веру в Бога их арестовали и сослали в ссылку на четыре года в Архангельскую область, в Лухую, в Лухую деревню. Они очень трудно добирались туда, и когда их определили жить, то им нужно было два раза в неделю ходить отмечаться в другое село за четыре майла пешком. И в дождь, и в снег, и в грязь, и вот в разных условиях им нужно было ходить туда отмечаться. Жили они очень тяжело, бабушка одна их пустила на постой к себе. Есть фактически, нечего было устроиться на работу, там негде в этой деревне было. Ну, они стали голодать, стали нуждаться, и, несмотря на все это, они не переставали взывать к Богу. Взывать к Богу, молиться и надеяться на помощь от Господа. Прожить там четыре года – это было непосильным испытанием для каждой из них. И вы знаете, прошло время, начался голод. Эта бабушка, у которой жили, они съели все ее припасы. Она уехала жить к своей сестре, потому что она не хотела умирать. Очень тяжелая ситуация, был голод, неурожай. В 1930-е годы, тяжелое время. Одна девушка, она не смогла всецело довериться Богу. В этих тяжелых обстоятельствах жизни получилось так, что она отошла от веры, отошла от этих своих подруг. Вот она там узнала председателя колхоза, у него умерла недавно жена, и она вышла замуж за неверующего человека. Вышла замуж, не хватило у ней веры, не хватило силы. Вот в этих испытаниях настоящей, когда проявлялась ее настоящая вера в Бога, она не смогла устоять. А эти две, они жили, молились и заболели очень сильно. Уже не было сил у них ходить за четыре мало отмечаться. Милиция приехала к ним, стала проверять, и один милиционер вот так сжалился, прислал свою жену, привез продукты. Его супруга стала о них заботиться, выходила их, истопила баню, помыла их, значит, стала их лечить. И они потихонечку стали возвращаться к жизни. Время было на самом деле очень тяжелое. И помогла сначала одной, потом другой устроиться в соседнем селе, был госпиталь, она помогла им устроиться, работать там с санитарками. Потом оказалось, что они же все-таки учились в медицинском институте, у них большие познания были, они на последних курсах уже учились. Одна устроилась работать медсестрой, Господь стал помогать им. Люди помогли им посадить огород весной, они стали вот так возвращаться к жизни. А потом вернулась эта бабушка, вот от своей сестры, прожила какое-то время, и она заболела. Отнялась у нее сначала одна рука, потом нога, вот парализовала ее. Они стали за ней ухаживать, за этой бабушкой. И перед смертью за три месяца эта бабушка говорит, вы знаете, девочки, у меня есть дети. Ну, она даже не знала, где ее дети живут, эти дети, они не заботились. Она говорит, я вам оставить хочу наследство. Залезли в погреб, они залезли в погреб, вытащили кубышечку такую, и в этой кубышечке было 600 рублей. По тем временам это громадные деньги просто, 600 рублей. И также были там золотые царские монеты еще, были кольца золотые, сережки золотые. Она говорит, я хочу это вам оставить. Вот вы Бога любите, и вам это пригодится в жизни. И она им оставила вот такое наследство. Через некоторое время она умерла. Через какое-то время подошло время им освобождаться. А вы знаете, когда люди освобождались в то время, им давали такие, как говорилось, грязные паспорта. То есть стояла отметка, что они были в ссылке, что они были судимы, и они не могли с такой репутацией никуда устроиться. Вообще им запрещено было въезжать в Москву даже. Нужно было за 100 километров от Москвы поселиться. Но благодаря этим деньгам они сделали себе чистые документы, могли вернуться назад в Москву, восстановиться в институте, продолжать учиться. И вы знаете, вот они прошли это испытание, они пережили, получили и наследство от этого человека, совершенно им незнакомого. А та, которая была раньше самой правильной христианкой среди них троих, отошла от Бога, потеряла веру. И так на всю жизнь и осталась в этом глухом селе. В первом послании к Коринфянам написаны такие слова. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». В природе существует два материала. Эти два материала, внутреннее содержание этих материалов совершенно одинаковое. Первый материал – это алмаз. Я вот вам покажу, да? Конечно же, это не настоящий алмаз. Это вот так, жалкая подделка. Почему? Почему это не алмаз? Друзья, алмаз вот такого размера, как вот это, 90 грамм, 450 карат. Вот такой алмаз стоил бы 350 миллионов долларов. Алмаз вот такого размера или бриллиант такого размера стоил бы 350 миллионов долларов. На него можно было бы в Калифорнии купить 1600 домов по 250 тысяч долларов. Вот такой камень. И состав у него, какая внутренность у этого алмаза? У него состав чистый углерод. Чистый углерод. А вот есть еще другой материал. Этот материал называется графит. Состав его тоже, как и у алмаза, чистый углерод. Состав одинаковый. Но вот этот вот материал, он стоит один доллар всего. Стоимость совсем другая. Мне бы их хотелось сравнить, друзья. Они так же, как и люди. У людей тоже, друзья, у людей. У них состав один, да? Прах ты. И ты прах, и я прах, и все мы здесь прах. У нас один состав. Но все-таки есть что-то разное, друзья. Есть настоящие верующие, а есть верующие ненастоящие. Чем они отличаются, друзья? Смотрите. Алмаз прозрачный. А графит черный. Можно об него испачкаться. Я вот подержал, и уже грязный. Алмаз тяжелый. А графит легкий. Алмаз не проводит ток. А графит очень хороший проводник. Из него делают щеточки для двигателя и так далее. Алмаз, друзья, очень дорогой. А графит очень дешевый. Очень дешевый. Друзья, я сказал, что вот такого размера алмаз или бриллиант, да, он очень дорогой. Вот один грамм – это пять карат. Вот здесь где-то 350 карат. Один – здесь 450 карат. А самый большой алмаз, вот где-то, может быть, 500 карат, он стоит 400 миллионов долларов. Он украшает скипетр английской королевской семьи. У алмаза и графита, друзья, разная кристаллическая решетка. Чем она отличается? И тот, и тот состоит из углерода. Вот у графита, у него только горизонтальные связи. Молекулы связаны между собой только по горизонтали. Редкие-редкие вертикальные связи. А вот у алмаза, друзья, у него все наоборот. У него очень сильные вертикальные и горизонтальные связи. Но горизонтальные-то какие? Это когда мы между собой общаемся. А вертикальные – это когда мы с Богом общаемся. И очень хорошо, что настоящий христианин, друзья, настоящий верующий, Это тот, который имеет очень хорошие связи с Богом, который крепит их, посещая подростковые общения, в том числе вот такие, который крепит эти связи молитвой, чтением Священного Писания. И если хочешь стать настоящим алмазом, читай Писание, молись, ходи с желанием на собрание. Мы прочитали, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Одним словом, будьте алмазами, будьте бриллиантами, будьте настоящими верующими. Как добывают алмазы, друзья? Очень тяжело добывают. Как правило, эти алмазы образуются в жерлах потухших вулканов. Там сильнейшая температура, там громадное давление. Знаете, когда взорвался в Исландии и начал извергаться вулкан, то под высоким давлением, с высокой температурой были выбросы газов, камня и пепла на расстояние больше, чем 10 тысяч метров. Даже закрыли воздушное пространство, европейские авиационные линии закрыли воздушное пространство, не стали летать самолеты, потому что плохая видимость и опасность для полетов была. Друзья, настоящих алмазов очень мало, так же, как и настоящих верующих. Очень мало. И мне бы хотелось, чтобы вы все настоящими были верующими, настоящими алмазами, настоящими крепкими камнями веры. Друзья, но для того, чтобы алмаз стал иметь настоящую цену, он должен пройти целую стадию обработки, чтобы стать бриллиантом. Первая стадия какая? Это обогащение. То есть, для того, чтобы получить всего только, ну вот здесь вот 450 карат, а для того, чтобы получить алмаз всего одного карата, нужно переработать 250 тонн породы. Переработать, промыть, чтобы найти вот всего маленький один карат. Промывая эту породу, выделяют алмазы. И они еще очень далеки от ювелирных бриллиантов, которые вот в ювелирной промышленности используются. Вторая стадия – это черновая и чистовая обработка алмаза. Очищение от наслоения других пород и грязи. И обрабатывать алмаз можно только алмазом. Никаким металлом, никаким камнем его нельзя обработать. Только обрабатывается алмазом. И знаете, вот эта обработка, она происходит только в церкви. Где верующие люди друг об друга обрабатываются и становятся настоящими бриллиантами. Третья ступень – это огранка. Обычно бриллиант имеет 57 граней, какого бы он размера ни был. Стараются даже маленький бриллиантик, вот, гранить 57 граней. И огранка бриллианта – это очень сложная задача. Для того, чтобы огранить камень вот такого размера, очень редкий, да, вот такого размера, нужно несколько месяцев. Трудная, тяжелая работа, чтобы огранить такой камень. Друзья, Господь тоже нас ограняет для того, чтобы мы были настоящими бриллиантами, настоящими христианами. Потом идет шлифовка, полировка и помывка. Так как алмазы и бриллианты имеют очень высокую стоимость, часто их стараются поделать. Многие нечистые люди стараются их поделать. Я выбрал несколько пунктов из руководства, как отличить поддельный бриллиант от настоящего. Я думаю, мы сейчас с вами их прочитаем и будем иметь из этого назидание. К любой ценной вещи прилагается документ, который позволяет ее владельцу спать спокойно после траты крупной суммы денег. Каждый ценный бриллиант имеет сертификат, подтверждающий подлинность товара. Друзья, каждая ценная вещь имеет сертификат. Христианин настоящий, друзья. Он имеет, как Писание говорит, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, что он дитя Божие. Братья и сестры, друзья дорогие, здесь присутствующие. Кто из вас еще не имеет сертификат этого? Вы помните притчу о десяти девах? Там было пять разумных и пять немудрых, да, дев. И когда они пришли, вот эти пять неразумных, мудрые, вошли вы на брачный пир. А эти пришли и говорят, Господи, отвори нам. Господь говорит, я никогда не знал вас. Я никогда не выдавал вам сертификат, что вы мои дети. Да, вы ходили на собрание, вы пели, вы участвовали вместе со всеми, но вы никогда не были моими. Я не выдавал вам этот сертификат. Да не будет среди нас таких. Вторая ступень проверки. Посмотрите сквозь камень. Алмаз обладает высокой степенью преломления. Если посмотреть, друзья, на настоящего верующего, то можно увидеть Христа. Когда выходит человек участвовать, когда мы сталкиваемся с настоящим верующим, мы видим в нем, как в нем преломляется священное писание. Как в нем преломляется настоящая вера. Вера отцов и вера, может быть, его самого, и вера родителей. Иногда люди думают, что они бриллианты, а оказываются всего-навсего графитами. Третье. Настоящие бриллианты сверкают разными оттенками серого. Так что внимательно понаблюдайте за сверканием камня. От блески оттенков серого и только серого. Сверкание всеми цветами радуги – признак бриллианта плохого качества или поддельного бриллианта. Друзья, настоящий христианин, он сверкает кротостью и смирением. Сейчас мы живем в такое время, когда очень заметно люди сверкают своим знанием, своими способностями, когда люди сверкают умом, а кто-то даже голыми коленками сверкает. Друзья, это все бриллианты ненастоящие, это все поддельное. Настоящие верующие сверкают смирением. Кротость ваша, да будет известно, всем человекам Господь близко. Еще одна проверка. Бриллиант идеален со всех сторон. Не поленитесь осмотреть бриллиант со всех сторон. Как правило, подделка хорошо выглядит только сверху. Так что имеет смысл взглянуть на камень сбоку. Братья и сестры, мы из этого можем получить назидание. Христианин, он хорош со всех сторон настоящий. Он и в собрании, и в школе, и в колледже, и выйдя за пределы молитвенного здания, он всегда хорош. Так же и поведение у него достойно. Даже если он за компьютер садится, друзья, настоящий верующий ведет себя за компьютером достойно. Достойно его веры. Апостол Павел пишет молодому Тимофею, будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Еще одна степень проверки. Подышите на бриллиант. Если камень затуманится на пару секунд, то это поддельный бриллиант. Настоящий бриллиант останется чистым. Он не запотевает. Братья и сестры, есть такие христиане, на которых даже не подыши, да? Вот они очень сложные, сложные в обращении. К ним не знаешь, как подъехать и на чем, да? Вот есть такие христиане, а настоящий христианин, он просто в обращении. Для него не нужно специальных каких-то подъездов, друзья. Настоящий христианин. Положите бриллиант в воду. Существует такой вид подделки, когда верхняя часть камня является настоящей, а нижняя сделана из подделки. В воде вы сможете увидеть, цельный ли камень. Братья и сестры, Господь нас часто погружает в другие обстоятельства жизни, не в тех, в которых мы привыкли жить. И как мы себя ведем в этих обстоятельствах? И хорошо, если христианин не меняет своих качеств. Если он остается христианином, вот брат уже передо мной говорил об этом, в армии или в других обстоятельствах жизни. Вы помните Даниила? Был издан у Кахс, когда нельзя молиться. И он и в той ситуации жизни остался цельным камнем, остался цельным бриллиантом, настоящим христианином. Он не изменил своих хороших привычек. Друзья, часто наше присутствие в другой среде, вот в школе, допустим, выявляет нас как ненастоящих христиан. Мы попадаем в другую среду и начинаем вести себя так, как ведут там другие люди. Это совершенно недопустимо для настоящего бриллианта. Дорогие камни, дорогие камни, их оправляют в дорогие оправы. Дорогой бриллиант никогда не поместят в железо или в керамику. Это всегда или золото, или платина, или серебро. Не помещают в дешевую оправу, где ставят даже клеймо. Дешевая оправа может свидетельствовать о подделке. Братья и сестры, христианин, он не только христианин внутри, он христианин снаружи. Если у него дешевая одежда, я имею в виду в смысле дешевая, не то, что она стоит дешево, а такая, знаете, вот мирская, дешевая такая, то это еще не настоящий бриллиант. Настоящий бриллиант никогда не оденется в дешевую мирскую одежду, он не пойдет на собрание полураздетым или в маечке в какой-то. Сестра оденет блузку с трогого покрою, брат оденет приличные брюки, он не пойдет в шлепках на собрание, он приведет в нормальное состояние свои волосы и так далее. Положите бриллиант под ультрафиолетовое излучение. Большая часть алмазов будет светиться голубым светом. Зеленый, желтый или серый свечение указывает на то, что перед вами подделка, муассанит. Братья и сестры, Господь часто нас помещает в трудные обстоятельства жизни, в какие-то испытания, в болезни, в трудности, может быть, в какие-то специальные условия жизни нашего существования. И христианин, он всегда светится небом. Он светится небом. Настоящий христианин при всяких воздействиях светится небом. Он не раздражается, не ропщет во время испытания, друзья. И мы сейчас, слушая эти слова себя, давайте будем проверять. Кто я? Я бриллиант? Я настоящий бриллиант? Или я, может быть, только имею такую же структуру? Я тоже из праха, но, может быть, я черный, друзья. Не нагревается быстро. Зажмите бриллиант в руке. Он не должен быстро нагреться. Потому какое-то время вы будете ощущать у себя в руке прохладный камень. Настоящий христианин, он воздержан. Он не нагревается быстро. Он не гневается. Он не вспыхивает на замечания. Он не вспыхивает, когда ему делают, может быть, пожелание какой-то служителей в церкви. Или родителей его. Он сохраняет терпение и всякую выдержку. Он не нагревается быстро, как и настоящий бриллиант. И последняя проверка. Он не боится наждачной бумаги. Проведите по бриллианту наждачной бумагой. Если на бриллианте остались следы, тогда это точно подделка. Друзья, христианин настоящий не боится гонений за веру. Не боится каких-то нападок на него с другой стороны. И Писание говорит, все желающие жить благочестивого Христа Иисусе будут гонимы. Друзья, мы также бываем гонимы. И вы бываете гонимы. Если вы решитесь быть настоящими бриллиантами, примите Христа в свое сердце, то вы будете гонимы. От своих подружек в школе, да? А что ты так оделась, да? Вот уже и гонение. А почему ты с нами не идешь на наше какое-то мероприятие в школе? Или в колледже, или еще где-то? За внешность, за одежду вы будете гонимы. За то, что не хотите с ними в чем-то участвовать, будете за это гонимы. Друзья, мое пожелание вам всем, чтобы вы были настоящими алмазами, а не графитами. Чтобы все были настоящими христианами. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Один называл себя бриллиантом. Один называл себя бриллиантом. Я не такой. Я не такой, как вот этот, да? Я не такой. А этот как молился? Мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И Писание говорит, он пошел более оправданным, чем этот, который называл себя бриллиантом. А тот, друзья, он считал себя черным, легким и дешевым. Но захотел стать настоящим алмазом. Сегодня, друзья, есть возможность из графита стать алмазом. Есть возможность такая. Для каждого из вас есть возможность сегодня стать на путь огранки Божией. Начнется этот процесс обогащения сначала, выделение из пустой породы алмаза. А потом, будучи в церкви, Бог начнет вас огранять, шлифовать, полировать и мыть. И сегодня для каждого есть такая возможность. Вы можете помолиться сейчас, молитвой покаяния и сказать, Господи, я хочу стать настоящим верующим. Я хочу стать настоящим христианином. Я не хочу быть графитом. С которым даже общаться тяжело, друзья. С ним пообщался, обязательно измазался. Или кого-то начал осуждать. И увидели в ком-то недостатки. Или сказал, вот опять общение организовали не так. Уже в час мы должны обедать, а мы еще не помолились. Братья и сестры, быть настоящим бриллиантом – превосходство. В Писании написано, Христос наш – это великая драгоценность. Хотим ли мы стать похожими на Него? Хотим ли мы стать подобными Ему? Я предлагаю сейчас всех помолиться. Выйти вперед и сказать о своем желании стать настоящим христианином. Стать настоящим алмазом, настоящим бриллиантом – это превосходство. Пусть Господь благословит каждого из вас, чтобы ваша жизнь была жизнью настоящих верующих. Чтобы вы приняли решение в своем сердце следовать Богу. Быть настоящими христианами. Мы встанем сейчас, братья и сестры, и все, у кого будет желание выйти покаяться, помолиться, попросить у Бога милости. Стать настоящими верующими, настоящими христианами, настоящими бриллиантами – могут это сделать. И благословит пусть вас на это Господь. Аминь.